Добрый день, сегодня обзор маленького, но весьма полезного модуля. Это аналоговый датчик освещения, который работает по принципу, чем больше яркость окружающей среды, тем выше напряжение на сигнальном выходе. Данный модуль построен на основе TEMPT 6000. Это миниатюрный NPN кремниевый планарный фототранзистор, который на данной плате представлен в корпусе 1206. Основное назначение данного модуля является задание подсветки в зависимости от степени освещенности окружающей среды. Пиковая чувствительность данного датчика 570 нанометров. Один из плюсов TEMPT 6000 в том, что он очень чувствительный к видимому спектру и подавляет инфокрасный спектр для максимальной адаптации к человеческому зрению. Таким образом, данный датчик будет реагировать больше на освещенность ту, которую видит человек, а не инфокрасные спектры. Что касается подключения данного датчика, то питание земля подключаем соответствующим контактам. Напряжение питания данного датчика 5 вольт. А сигнальный вывод мы подключаем к аналоговому входу A0. Перейдем к коду. Что касается программного кода, здесь все просто. Инициализируем последовательное соединение. Переменный сенсор value присваиваем значение на аналоговом входе A0 и выводим его в консоль. И делаем задержку в 0,1 мс. Прошиваем программу и смотрим на данные датчика. Как видим, сейчас значение колеблется от 100 до 110. Если посвятить на данный датчик, допустим, фонариком, то мы зайдем на 1000. И если закрыть, допустим, рукой, то наше значение будет приближаться к 0. Что касается того, где использовать данный датчик, ну или точнее транзистор, то лично я, допустим, вижу его применение с старыми дисплеями Nokia 5110, которые подсвечиваются. И данную подсветку можно выводить в зависимости от освещенности окружающей среды. Точно так же данный датчик можно применять и на LCD дисплеях 16.02 или там 20.04 или аналоговых, а также других LED дисплеях. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если нравится данная тематика. Пишите в комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. И до встречи на канале.